МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно посетить Рубцовск, у которого день рождения. Намечается поучаствовать в рейтровелопробеге, как ты всегда участвуешь, или в фестивале уличного спорта. Но сначала расскажем, что еще ждет нас в этом выпуске. Погода отличная, значит, кого-то в ближайшие недели еще будет болтать на Алтае. Именно им мы посвящаем сегодняшний клип. И снова перенесемся на столетие назад и покажем вам самые первые кинокадры, которые запечатлели барнаульцы. Сегодня вы увидите, как на железнодорожный вокзал прибывали раненые на фронтах гражданской войны. Что готовит нам новый культурный сезон на Алтае? Пройдемся по театрам, выставкам и концертным залам вместе с нашим гостем и рубрикой «Полезное знакомство». Успели ли вам надоесть массовые гуляния, так же, как они надоели на... Юра не успел действительно отгрохотать день рождения Барнаула, как на очереди день рождения Рубцовска. Это здорово. Прямо в эти выходные, 10 и 11 сентября. Это что такое? Нет, города лучше на земле. И это, конечно, про Рубцовск. Обожаю муниципальный креатив в названиях праздников. Ну, правда. Именно под таким названием пройдет открытие праздника возле памятника основателям города. Ну, креативы рубцовским властям действительно не занимать. Тут и на крыльях музыки лети. И мы, будущее твое, Рубцовск, и хоровод народов мира, судя по всему, будет весело. Ну, Кадышевой, правда, не будет. Зато будет большая вечерняя танцевальная программа с барнаульской группой «25 кадр», цирковое шоу, фестиваль красок и много еще чего интересного. Юра, Юра, в общем, осень – хорошее время, чтобы поболтаться на Алтае. Если вы собираетесь в поездку, наш клип именно для вас. Нас болтает на Алтае Тут котунь, братуха Ай Нас болтает на Алтае И с вершин не видно край Одно из лучших мест, что есть в России Под этот манифест, тут стелит Олимпиад Парнаул здесь, рядом Новосиб, если надо Рюкзаки есть, аппараты тут, здесь Вспомнил налетутую степь, нам надо успеть Нам надо успех, накинул доспех Скользи, что на Гавайях на доске По-доброму зеленый он По городу зеленый волк Топнул населенный волк Населенный волк Нас болтает на Алтае И с вершин не видно край Нас болтает на Алтае Тут котунь, братуха Ай По-доброму зеленый он По городу зеленый волк Топнул населенный волк Че за населенный пункт Ну че мы валим на Алтай, идея заманчива Корабли идут вперед, пусть гнутся мачты Эти мысли с позитивом в паруса заворачивая Заряжаю рюкзаки, в них лютые панчи Степного региона я туда, где горы Подрыбчу на звук моторов, покидаю город Предлагаю я не делать движения резкие Накидаем все по делу вам я и Словецкий Соблазняет красота и от тех пор величие Вершина горного Алтая, попробуй достичь Там веками снег не тает, ледяная котунь И головами замотали выпад наш продукт Каракольские озера, озера мультинские А мой город загазован, покинут провинцию Тут четвертый год подряд хип-хопа традиции Соберемся у костра знакомые лица Продолжение следует... Еще одно. Сохранился ли наряд, в котором ты была на приеме у генерал-губернатора в 1915-м? Знаете ли вы, Юрий, я однажды состернула его вместе с цветным бельем и была вынуждена выбросить. Но у меня осталось вполне еще сносное платье 907-го с балла. Да, извольте надеть его, взять велосипед и отправляться на ретро-велопробег, который завтра стартует традиционно у Музея искусства, литературы и культуры Алтая. Ретро-велосипед не обязательно атрибут, а вот дресс-код строгий. Наряды не свежее, 70 лет должны быть. Маршрут будет пролегать по старой части Барнаула и сопровождаться концертами, играми, фотосессиями. Ох, тряхнусь, тайной. Ну, и если вы затрудняетесь представить, в чем ходили люди сто лет назад, самое время посмотреть наш киноархит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Эта осень станет урожайной не только в нашем сельском хозяйстве. Урожай культурных событий Алтайского края готовится собирать в ближайшие месяцы. О новом культурном сезоне мы поговорим с арт-критиком Вадимом Климовым. Вадим, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, будет ли у нас что-нибудь вкусненькое в новом сезоне? Давайте говорить только до зимы, потому что сезон большой, да, сезон у нас с сентября по май, а говорить нужно только о ближайших делах. Да, самое главное событие в нашей культурной осени – это второй международный фестиваль молодежных театров Алтая. Или не международный, но не важно. Второй фестиваль имени Золотухина. В общем, фестиваль, да. Да, будет 11, по-моему, спектаклей, 9, что ли, городов, будет много интересных событий, приедут интересные, я думаю, режиссеры. Все в ближайшее время станет известно, вам нужно просто для этого позвать тех людей, которые делают фестиваль. Хорошо, мы будем говорить тогда не про фестиваль, поговорим о театральной программе. Что, чем театр, театральные площадки будут удивлять? Ну, все уже объявили свои премьеры. Да. Есть несколько важных спектаклей, давайте вот три назовем. Значит, в Тюзи, ну, в молодежном театре Алтая «Гроза» совсем скоро. Это любопытно, интересно. Я знаю информацию, что да позволит мне ее озвучить первому. Приедет Иван Стебунов ставить на малой сцене пьесу интересную. Любопытно, это тоже будет в первой половине сезона. Ну, где-то вот до Нового года, скорее всего, он появится. Ну, неважно. Главное, там «Гроза», очень хороший молодой режиссер. Она уже прилично себя зарекомендовала. У нее хороший педагог. И я думаю, что «Гроза» получится интересной. Значит, в театре музыкальной комедии я не... Я просто не дождусь премьеры Ползунова, потому что... Ну, мне очень хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что материал очень известный, они к нему серьезно подходили, работали с историками. Есть, конечно, у меня какие-то там подозрения, я кое-чего опасаюсь, как режиссер поступит. Но я думаю, что они будут стараться. Ну, а в драмтеатре тоже много интересных задумок, спектаклей, постановок. Сейчас вот они будут совсем скоро премьера по классическому произведению «Барышня-крестьянка». Так что посмотрим еще и на Пушкина. Вот, а дальше там масса всего интересного. Хорошо, мы ближние, скажем так, перспективу рассматриваем. Давайте про выставочные площадки. Художники. Сложно. Большие проблемы возникли в нашем изобразительном искусстве. Что случилось? Появился отремонтированный выставочный зал Союза художников. Казалось бы, еще и у самого Союза художников появилась тоже маленькая галерея на Горьково-63. Но все пока говорят только об идеях и концепциях развития выставочного процесса, а не о конкретных делах. То есть мы не знаем, какая будет следующая выставка в выставочном зале бывшего Союза художников. В галерее Республика ИЗО будет традиционная выставка молодых художников города Барнового собрания. Открытие ее 28, по-моему, сентября. Это уже четвертое собрание. Я надеюсь, что это уже действительно превратилось в традицию. Я знаю, что художники готовятся, молодые. Будет несколько любопытных проектов. То есть важный такой момент. Вопрос с музеем. Там делают выставки. Будет хорошая выставка московского художника, члена Академии художеств. Он бывший, скажем так, выходит с Алтая. Но дело в том, что там некуда повешать. Это очень маленькое здание. Комнатушка. Комнатушка, да. Так что с выставочным сезоном пока так сложно. Ну, в начале, вернее, в начале, весной 2017 года будет выставка, межрегиональная выставка молодых художников АЗАРТ. Это уже точно. Мы уже вели разговоры по этому поводу. Я думаю, что вот это станет важнейшим событием таким. Ну, а до зимы, наверное, как обычно, все несколько юбилейных выставок будет. Я вот, надеюсь, будет очень хорошая юбилейная выставка памяти Владимира Исааковича Каминского в выставочном зале Союза художников. Художник скончался не так давно. Поэтому хотелось бы увидеть его большую выставку. Вадим, все понятно по выставочным. Очень коротко Кадышеву мы посмотрели. Чтобы так, по всем ипостасям культурным, да. Кого ждать? Или уже все? Лучше в этом году мы видели. По последней информации от одного серьезного источника, организаторов концерта, мне вроде как шепнули, что в ноябре вполне возможно будет Борис Борисович Гребенщиков. Помимо этого, я очень прошу всех обратить внимание на программу филармонии. Незаслуженно забытая, как-то задвинутая. Филармония делает удивительно хорошие концерты. Отличнейшая программа. Так что следите, смотрите. Там сейчас приедут блюзмены, там джаз и классика отличная, хорошая. Ну и много будет вот этой вот обыкновенной попсятины. Ну, про это бог с ней, да. Спасибо вам большое. Чем удивит и порадует новый культурный сезон на Алтае, мы спрашивали у Вадима Климова. Арт-критика. Осень. Время урожайное. Копай да жуй. Но что делать тем, кто не имел возможности возделывать все лето дачный участок? Конечно, отправляться на социальные ярмарки. Завтра в Барнауле начинаются традиционные осенние ярмарки. Покупай да ешь, они поедут во всех районах города. И традиционно цены там ниже магазинных, а ассортимент будет заметно отличаться. Хотя даже сходят легенды о том, что там можно встретить натуральные полезные продукты. Слушай, легенды, прям сразу легенды. Я хорошо представляю, и Маргарита Белова хорошо знает, которая по утрам желает вам полезного аппетита. Я так ждала именно этого выпуска программы «Полезного аппетита». Хлебушек, милый хлебушек, я так скучала по тебе. Так хотела тебя съесть вечером поздно, чтобы никто не видел. У нас с тобой любовь. Но нам пришлось расстаться, а сегодня мы снова вместе. Ты подожди не спеши. Хлеба в привычном понимании сегодня у нас не будет. Будет допустимая замена, это бездрожжевому хлебу, это тонкий лаваш. Да-да, я понимаю, конечно, но не могу сдержать восторга, потому что сегодня на обед у нас шаурма по-домашнему. Из расчета на одну порцию для шаурмы по-домашнему нам понадобится куриное филе 150 граммов, 50 граммов моркови, капусты, томата, один тонкий лаваш, один лимон, йогурт 40 граммов, два зубчика чеснока, масло оливковое 20 граммов, соль, специи. Нет картофеля, нет никакого кетчупа, нет, конечно, никакого майонеза. Самый главный акцент на свежесть, на натуральность и на, скажем так, такую эстетику наших продуктов. Куриное филе очищаем от пленочки. На сухую разогретую сковороду насыпаем немного черного перца. Как только приправа дала аромат, добавляем оливковое масло и мелко нарезанный чеснок. Выкладываем курочку, обжариваем с двух сторон до готовности, сбрызнем лимонным соком. За это время режем небольшими кубиками морковь, капусту, томаты. Выдавливаем в овощную смесь чесночок, немного лимонного сока и цедру. Займемся соусом. В йогурт добавим остатки чеснока, соль, опять же, лимонный сок, специи. Причем специи каждый выбирает по вкусу. Мы использовали восточные пряности, а вы можете добавить, например, красный перец или ограничиться только солью. Тут дело вкуса. Смотри, курицу мы нарезаем таким наискосок, такими слайсами, так сказать, да? То есть вот мы ее берем, берем ножик. Вот так? Ну, лучше начать вот отсюда, да? Вот отсюда? Да, и аккуратненько под углом, под углом ножа. Лаваш смазываем соусом, выкладываем овощи, курицу и заворачиваем в конверт. Обжариваем с двух сторон на сухой сковороде. Используем гнет. Ну, в данном случае я прижал вот меньшей... Сковородой? Да. То есть вот таким вот гнетом. Это как бы имитирует конструкцию гриля, которую используют в уличной еде. Перекладываем шаурму на блюдо, разрезаем под углом и подаем к столу. Ох, выходные, конечно, хочется провести лениво, особенно если рабочая неделя была тяжелой. Но бывает, что клин клином вышибают, да? Именно поэтому ты предлагаешь нашим зрителям отправиться завтра в парк спорта имени Смертина на межрегиональный фестиваль «Стрит-лайф». Именно на него предлагаю отправиться и поучаствовать в соревнованиях по воркауту, велосипедному мотокроссу, пляжному волейболу, стритболу, мини-футболу. Если вам хоть что-то понятно из вышеназванного, то добро пожаловать на фестиваль «Стрит-лайф» завтра в Барнаульском парке спорта имени Смертина на открытиях в 12 часов. А пока проживем новую жизнь с Ильей Кочетковым, который опять освоил новое для себя дело. Ах, как хочется порой почувствовать себя частью элиты, ну, например, поиграть в какую-нибудь элитарную игру. До гольфа мы еще с вами доберемся, а пока поучимся играть в большой-пребольшой теннис. Вячеслав, ну с чего начать этот большой путь в большой теннисе? Ну, обычно на первом уроке я преподаю и объясняю три основных элемента. Вот, удар справа, мы разворачиваемся, бьем. Ракетку обычно первая рука держит ракетку, вторая придерживает здесь, вот здесь за краешек, вот. И мы становимся, это стойка в теннисе. Вот, это стойка в теннисе у нас. Удар справа, мы разворачиваемся, ножку эту сюда поставили. И удар, и завершаем за спиной мы. Второй основной у нас удар, мы держим две ручки вместе. То же самое, ставим ножку сюда и делаем удар, завершаем. Это удар слева. Я вам тогда кидаю мячик, вот как раз два-три раза, чтобы вы почувствовали это ударить и завершить мяч. И удар. Отлично. И теперь ударить и завершить. Раз, и завершить. Вот, в принципе, у нас удар справа. Вроде ничего особенного. Бегаешь, отбиваешь, но пот льет в три ручья, хотя минут 15 всего сейчас позанимался. Зарядка, по-моему, для всего тела и для мозга, кстати говоря, тоже. Честно, ну как оно на первый раз? Ну, для первого раза даже очень неплохо, хорошо. И справа удар, в принципе, неплохо. Слева удар понравился. Но слева в большинстве случаев хорошо у людей. А чтобы больше было, конечно, нужны многодневные, многочасовые тренировки, очень много лет. Проведите эти выходные так, чтобы в понедельник не пожалеть о проведенном времени. С вами было утро по-домашнему. Наверное, увидимся на каком-нибудь мероприятии, например, в Рубцовске. Ну и совершенно точно увидимся в понедельник. Это же вы. Я однозначно на велосипедах платья. До свидания. Пока. С новостями на этот день в студии Василий Морозов. Здравствуйте. В это воскресенье край примет участие во Всероссийском Дне Трезвости. По статистике, каждый третий россиянин злоупотребляет алкоголем. 11 сентября жители всех городов страны призывают отказаться от спиртного. А сегодня специалисты краевого наркодиспансера обсудят проблемы лечения, реабилитации и разработки законов образовательных программ, направленных на профилактику пьянства и ограничение доступности алкоголя. Концертный зал «Сибирь» отмечает пятилетний юбилей. В честь события гостям сегодня представят праздничную программу. В нее войдут лучшие номера, созданные за это время. Кроме того, самые выдающиеся артисты получат награды от администрации региона. В Павловске сегодня стартует фестиваль студенческих отрядов «Сибири». В нем примет участие более тысячи бойцов, руководителей региональных штабов и ветеранов движения. Для них пройдут спортивные соревнования, конкурсы песни, поэзии и стен газет. Проходить фестиваль будет в течение трех дней. Завершится все по традиции песнями у костра. Известный теннисист Дмитрий Турсунов сегодня даст мастер-класс в Барнауле. Все желающие смогут не только получить уникальный опыт совместной тренировки на корте со звездой российского тенниса, но и взять автограф и даже сделать фотографию с именитым спортсменом. Встреча начнется в 17 часов в спортклубе «Чемпион». Отметим, Дмитрий Турсунов 14 раз побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. В составе сборной России выигрывал кубок Дэвиса и кубок Хопмана. В Барнауле есть теннисная школа имени Турсунова, деятельность которой курирует сам спортсмен. Осень, а значит пора обновлять гардероб. В Барнауле начала работу ярмарка верхней одежды. Выбор большой, при этом цены более чем доступные. Демисезонные ветровки и куртки, кожаные изделия, элегантное пальто и модные зимние пуховики как с искусственным, так и с натуральным мехом. Ассортимент включает более 2000 моделей разного размера, фасон и цвета и обновляется еженедельно. Подобрать подходящий вариант, в том числе с различным наполнителем, пухом, пером, синтимпоном или ультрасовременным кинсулейтом помогут опытные продавцы-консультанты. Поверьте, даже самый взыскательный покупатель приобретет доступную новинку по душе. На нашей ярмарке для себя можно подобрать обновку покупателя любого возраста, от подростка до пожилых людей. И самое главное, вне зависимости от того, пуховик или куртка на различных наполнителях, все по 3500. Приходите, никто не останется без покупки. Ярмарка верхней одежды работает в торговом центре России по адресу проспект Ленина, 71, с 10 до 20 часов ежедневно. Желаем вам продуктивного и интересного дня. Не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин